ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Рождается само, если человек к нему готов А если человек ставит себе цель быть лидером И вы ставите для своего ребенка такую цель То, скорее всего, он будет невыносим для окружающих У меня, когда мои старшие дети были маленькими Был ребенок соседский, который приходил в любую игру И говорил, что я теперь капитан, я главный А если ему говорили, ты знаешь, очередь сейчас не твоя Или давай вот по очереди Он начинал портить всем остальным игру Потому что родители как раз внушали ему Им очень хотелось, чтобы он рос с лидерскими задатками Не все растут так Это дары Божии Вот если, допустим, посмотреть в святцы Оптиной пустыни Там есть великие старцы Например, Авросий или Лев Которые не были игуменами У них было одно послушание Принимать людей и утешать их А были те, кто были настоятелями На месте, настоятелями Оптиной пустыни У них была благодать и служение Божие Руководить И каждый должен угадать в мысли Божией Что ему дано А что ему не дано Потому что когда человек берется не за свое То все кругом начинают мучиться Поэтому поощрять лидерство в детях не надо Надо их учить смирению Знаете, если ваш ребенок научится смирению Потом станет большим начальником Его будут так любить подчиненные Потому что смиренного начальника Очень легко слушаться И когда начальник смирен То вообще дух сам Вот в том отделе Или корпорации, которой он руководит Или чем-то еще Он совершенно другой Там очень мало дрязг Там почти никто никого не подсиживает Там нет сплетен Потому что он их не поощряет И почему легко слушаться Потому что если начальник может послушаться Мнение любого подчиненного Если оно правильно А не так, да Есть два мнения Мое и неправильное То ему и доверяют больше значительно Как рассказывают в воспоминаниях О Александре Васильевиче Суворове Что он мог вместе с генералами Перед битвой обходить лагерь И у каждого костра вставал И мог задавать вопросы солдатам Как завтра лучше повести бой Если говорил правильно Какой это солдат А генералы все имели Другую точку зрения То поступали как солдат И все это знали И поэтому даже тогда Когда, казалось бы Совершенно какие-то непонятные решения Он принимал И вы все безоговорочно слушались Поэтому если вы хотите Чтобы Господь Бог Вашего ребенка поставил На высокое место Как светильник Который не ставят под кроватью Учите его смирению лучше Внеси свой вклад Оцени Подпишись И поделись этим видео Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok